Третий день к зданию российского консульства в Бресте. Горожане несут цветы, свечи и игрушки. Трагедия, которая потрясла российский Кемерово, болью отозвалась в сердцах белорусов. Вот и брещане не разделяют детей на своих и чужих. Родительские сердца болят одинаково и здесь, в Синёкой, и в далёком Кузбассе. Мы соболезнуем нашим друзьям, российским братьям. Страшная беда, страшное горе. И, как говорится, к каждой матери это очень тяжело перенести. Вот эти все два дня. Вот поэтому мы как бы с нашими братьями, с острыми, поэтому не дай Бог, чтобы такое больше нигде не повторилось. Нельзя утешить мать, которая бы теряла своего ребёнка. Каждый из нас родители, каждый представляет, что это такое. Наверное, даже сложно представить, но даже страшно такое, даже об этом подумать. Вот поэтому мы скорбим вместе с этими людьми. Мы выражаем, конечно же, соболезнование и сострадание тем, кто пострадал в этой трагедии. И, в общем, будем молиться о тех невинных душах, которые погибли так. Я считаю, что виновникам этой трагедии нет прощения, нет никакого оправдания. Поэтому это должно быть уроком для всех. 25 марта в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерово произошёл страшный пожар. Главная причина – халатность. По официальным данным, погибли 64 человека, больше 40 из них – дети. Слова поддержки в связи с трагедией в Кемерово в книге соболезнований оставил председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис. Люди скорбят и в средствах массовой информации, когда это прошло, конечно, люди были встревожены, обеспокоены, так как это не чужая для нас страна. Когда-то бывшее единое государство, Советский Союз, сегодня союзное государство. Поэтому люди же такие, какие у нас в Беларуси проживают. И много россиян у нас проживает, а белорусов в Российской Федерации. Поэтому это общая боль. Ну и самое главное, что, конечно, люди это воспринимают как своё, потому что они к детям отношения везде, во всех странах одинаковые. Мы искренне благодарны всем без исключениям – брестчанам, жителям города, области, страны – за ту солидарность, которую они высказывают в эти дни страшной трагедии. И мы будем вместе. Спасибо. В эти тяжёлые для братской России дни каждый в меру сил старается протянуть руку помощи кемеровчанам. Для всех желающих в российском консульстве в Бресте открыта книга соболезнований. Выразить сочувствие и сказать слова поддержки сюда приходят горожане, представители дипломатических миссий и общественных организаций. Как женщины мы вдвойне сопереживаем это событие и соболезнуем всем матерям, которые понесли такое неисполнимое горе. Потеря детей для женщины, для матери – это то событие, которое нельзя сравнить ни с каким тяжёлым событием в жизни. Поэтому сегодня мы с ними, мы поддерживаем их, мы соболезнуем им. И всем, чем можем, своими сопереживаниями, своими чувствами, хотим облегчить им эту боль. Вместе с тем трагедия, причиной которой халатность и недобросовестность, стала страшным уроком и заставила ещё раз обратить внимание на вопросы безопасности. Мест, где отдыхают и проводят время большое количество людей. По распоряжению главы государства эти проверки начались, и вы видели вчера в торговых центрах, они будут продолжаться. И не только какие-то мероприятия со стороны правоохранительных или органов МЧС, но вместе с теми будут проводиться учения, которые могут показать, как в той или иной обстановке нужно действовать прежде всего. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК-ТВ.